А Минтрут разъяснил, что это, упростил, в общем, разъяснил выплаты на детей от 3 до 7 лет. И там, знаете, такое замечательное есть понятие. В общем, все, что он разъяснил, это то, что если в семье есть две машины, но одна из них в угоне или под арестом, то это не помешает получению пособия. Да, здесь, на самом деле, правило такой справедливости лежит в основе адресных социальных выплат. То есть смотрит, действительно ли семья бедствует, нужно ли ей давать деньги, а не кому-то еще. И одним из критериев вот этого бедственного положения является, что у семьи не должно быть более одного автомобиля. Если у семьи две и более машины, значит, они живут хорошо, им выплаты не положены. Но оказалось масса ситуаций, путаницы, когда у семьи действительно есть второй автомобиль, но он в угоне. Я бы предложил все-таки поговорить с экспертом. Да, потому что времени очень много. Потому что, да, потому что когда я как-то так вот прочел, более того, я это услышал сегодня в новостях, вот я не понял. Ну, и я предполагаю, что очень много людей, ну, действительно понятно, что... Я понял половину только. Да, и я тоже понял половину. Ну, а расшифровать там может только специалист. Любимый Олегович Лучик, юрист, да, наш друг нашей программы. Любимый Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, так это прям действительно какое-то послабление. Вообще, в чем оно реально заключается? Пожалуйста. Да, ну, напомним в целом про выплаты. Они с апреля месяца этого года действительно существенно увеличились. Многие до сих пор не понимают принцип этих выплат. Да, если в прошлом году выплата составляла на детей 3 до 7 лет 50% регионального прожиточного минимума, то сейчас, если семья действительно нуждается в этой выплате, а нуждается она в том случае, если среднедушевой доход семьи, он меньше регионального прожиточного минимума. То, соответственно, такая семья на ребенка может получать либо 50, либо 75, либо даже 100% регионального прожиточного минимума. Более точно, потому что я сейчас скажу, люди все равно не запомнят вот эту формулу, по которой высчитываются, вот эти 50, 75 или 100 процентов, все равно люди не запомнят, лучше визуально посмотреть на сайте госуслуг, эта информация есть, и там более подробно, когда и при каких обстоятельствах. Значит, по поводу теперь того, что разъяснила вот эта вот новость, которая появилась. Здесь логика в чем? В том, что действительно, как вы заметили, достаточно много ситуаций бывает, когда автомобиль находится либо под арестом, либо в розыске. Ведь здесь учитывается ситуация и под арестом, грубо говоря, если автомобиль арестован. Но фактически находится на учете в ГИБДД, стоит на человеке. А, соответственно, ГИБДД, если нет основания, оно не может просто так взять, снять автомобиль с регистрационного учета. И вот именно для таких ситуаций вот эта вот норма до конца года должна заработать, когда наличие второго автомобиля не будет являться фактором, препятствующим получению этой выплаты на ребенка. И тогда исчерпывающий ответ, спасибо большое, но только-то и заработать это, вы сказали, до Нового года. То есть с какого числа, условно говоря, вот эта норма будет? Ну, они не определили, они сказали, что не разрабатывают это, да, то есть и конкретных дат я, честно говоря, не нашел. Понятно. То есть это пока всего лишь идея приведения какого... Они привестили нам эту выплату хотя бы частично к здравому смыслу, да? Правильно? Наверное, так? Да. Да. Ну, безусловно, в любом законе, в любом каком-то законодательном акте всегда есть что дорабатывать. И это, наоборот, наверное, хорошо, что появляются такие инициативы, которые, наоборот, не закручивают гайки, да, а упрощают. Потому что здесь, да, потому что конкретно в этой ситуации тоже очень много людей жалуются еще вот на такую историю, как правило нулевого дохода, да, то есть по этим выплатам. Когда... Там же суть в чем заключается? Суть заключается в том, чтобы родитель получил выплату на ребенка, он должен был быть предыдущие 12 месяцев трудоустроен, либо стоять на бирже, труда заниматься. То есть какой-то официальный источник дохода должен был быть у членов семьи. Там есть определенные исключения, и вот в этих исключениях не всегда даже разбираются те, кто потом назначает эту соцвыплату. Вот здесь вот, мне кажется, нужно этот вопрос еще проработать вот с этой историей с нулевым доходом. Хорошо. Мы еще вас позовем неоднократно, потому что без вас, ну, никак не получите выплаты, судя по всему. Спасибо большое, любимый Олегович Лущик, юрист, кратко и четко все нам рассказал. Спасибо большое.